Это капец. У меня весь рот горит. Это жесть. Это самая дурацкая вообще идея. Мне уже страшно из-за себя. Hey guys, welcome back to my channel and today... Ну зачем вы это грубо говоря? Мы будем пробовать разные интересные и самое главное странные вкусовые сочетания, которые так любят люди. Давайте я вам объясню, что сейчас будет происходить. Вдруг вы ничего не поняли. В общем, мы, наверное, привыкли есть сливочное масло с хлебушком или с картошечкой или еще с чем. А некоторые люди его едят совершенно по-другому. Так вот, мы сегодня с вами попробуем максимально странные вкусовые сочетания, которые не я придумала, а которые я вычитала в интернете. И это реально любят люди. Там такая жесть. Я советую вам не переключаться и досмотреть это видео до конца. Возможно, в этом видео вы что-то для себя почерпаете и начнете это кушать, как не все обычные люди, а вот именно тот единичный процент, который странно это все как-то совмещает и ест. В общем, я уже в нетерпении, так что давайте начинать. Поехали! Ну что ж, надеюсь, вы готовы узнать, что же находится под первыми вот этими двумя бочоночками. Мне тоже, конечно же, очень интересно. В общем, с одной стороны у нас будет первый продукт, с другой стороны, соответственно, второй. И по идее мы это все должны смешивать. Смотрим. Тара-дара-ай-дара-ай. Итак, это у нас кофе. И как вы думаете, с чем его любят принимать в некоторых странах? Внимание, вы будете в шоке. Я реально была в шоке. Ба-бамс! Это сливочное масло. И это реально не шутки. Как оказалось, в некоторых странах это вообще такой своеобразный энергетический напиток. Если его употреблять на постоянке, то нам обещают вообще полный прилив сил и энергии. Кому интересно, можете почитать. Это вообще очень такой, можно сказать, мифический напиток. И в этом придумали когда-то давным-давно, и недавно о нем узнали. И начали вот реально в каких-то странах, по большей части находящиеся в азиатской части, употреблять на постоянке. Мне, конечно же, стало очень интересно, что будет, если попробовать кофе. Нам нужен именно черный кофе без молока и сливочное масло. Вообще, способов приготовления очень много. Я выбрала самый простой. Это растворимый кофе плюс сливочное масло. Потому что у меня нет ни турки, ни кофемашины, которая бы мне сварила кофе. Так что будем пробовать самый, так сказать, изи-напиток. Ну что ж, вот мое сливочное масло. И мне, по идее, нужно взять не больше 80 грамм. Внимание! На кружку! То есть на 250 миллилитров. Из расчета, что нужно не больше 80 грамм. Сколько у нас там в чайной ложке грамм? Грамм, наверное, 20, да? Ну, попробуем добавить сначала такое количество, ну и еще немножечко зачерпнем и кинем. Теперь я не знаю, если честно, что делать, но я думаю, что нужно это все перемешать. Мне кажется, от того кусочка сливочного масла уже не осталось ни следа, и можно пробовать. Я вообще читала, что можно добавлять это сливочное масло непосредственно при варке в турку. Можно еще как-то. То есть, по идее, вкус должен различаться. Но один фиг, это должно быть очень вкусно и максимально полезно. Ну что ж, за ваше здоровье. У меня, кстати говоря, довольно-таки горячий кофе. Ну, это не так плохо, как я ожидала, если честно. То есть масло очень сильно смягчило вот эту вот горчинку кофе черного, которую я так не люблю. Я не пью кофе. Без молока я обожаю аромат кофе, но черный кофе я не пью, потому что для меня очень горько. Но таким способом я могу пить черный кофе, то есть вообще не чувствуется горечь. Я думаю, что для полной чистоты эксперимента я это дам попробовать своему оператору. Он вообще терпеть не может кофе. Давай ради контента, пожалуйста. Ну, пожалуйста, попробуй. Это, если объяснять, то это ни на что не похоже, если честно. Это не кофе с молоком, совершенно другой вкус. Но это можно пить. Не скажу, что я добавлю это в свой рацион повседневный. Но если мне это где-то предложат, допустим, я буду в какой-то стране, и там меня решат угостить таким традиционным напитком, я уже буду знать, что это не максимально мерзко. Это нормально. Ну, попробуй. Осторожно, он горячий. Ну, масло не чувствуется. Не чувствуется? А мне... Как с чаем. Прикольно или нет? Ну, необычно. Ну, да, горечи такой нет. Вообще совершенно пропала в горечь кофе. Если что, это Нескафа Классик. Обычный, вот самый стандартный Нескафа Классик. В общем-то, это было супер необычно. Кто уже пробовал кофе с маслом, напишите в комментариях, как вам, и в каких это обстоятельствах было. Мне будет очень интересно почитать. Но я искренне от себя хочу заявить то, что это можно употреблять. И, возможно, я даже когда-нибудь еще раз это попробую добровольно. Ну, я сейчас тоже добровольно, конечно, пробую. Но в плане того, что если мне захочется черного кофе, я теперь знаю, как убрать именно вот эту вот ненавистную мной горчинку. Ну, а мы идем дальше. В принципе, что под левой тарелкой вы и так все видите. Но если не видите, то сейчас узнаете. Я просто вижу, и я такая, интересно, у нас будет горчица во второй тарелке или что-то сверх необычное. Огурцы маринованные. Смотрите, прям такая русенькая упаковочка, русенькая. Ну, в общем, Russian размер. Ну что, давайте посмотрим, что же у нас под второй тарелкой. Уже очень хочется узнать. Ладно, я знаю, на самом деле, что здесь, но вы-то не знаете. Так что, пара-бара-я-бара-я, барабанная дровь. Это Oreo. И, внимание, нам нужен классический Oreo. Причем здесь прям полноценный у нас будет рецепт, как приготовить поистине великолепный перекус. Oreo и маринованные огурчики. Первым делом, конечно же, отливаем упаковку и достаем нашу любимую печеньку. Кстати, кто любит? Я люблю Oreo. Они вкусные. Вы догадываетесь, что сейчас будет происходить? Надеюсь, что да. Нет? Нам нужен огурчик. Блин, силушки богатырской не хватает. Ох, чпокнуло. Это значит хорошо. Берем толстенький огурчик. Вот этот вот максимально такой упругий и большой. И, собственно говоря, его нужно нарезать. Ну, в общем-то, как-то так. Я не знаю, насколько много я положила маринованного огурца. Чтобы было прям точно хорошо, давайте еще шлепнем вот так вот. И, по идее, это любят есть многие. Вот реально, я сколько пересмотрела различной информации, много где встречала именно этот рецепт. Это классический Oreo и маринованный. Вот именно маринованный. Не малосоленые, не соленые, а маринованные огурцы. Это очень важно, потому что, мне кажется, вкус может изменяться. Это, конечно, пострашнее пробовать, нежели чем кофе с маслом. Но да ладно. Ради вас, ради эксперимента я согласна на этом. Пробуем, тестируем. У кого-то извращенный вкус, скажу я вам. Я как-то даже особо не чувствую, если честно, маринованный огурец. Видимо, я его мало как-то положила или еще что. Давайте прям вот всю печеньку съедим. Мне стыдно признаться, но мне понравилось. Я вам говорила, что я люблю странные зачтания еды, но такого я никогда не ела. Ты есть будешь вообще? Ну, навряд ли, потому что, в общем, Oreo и так сладкие. Огурцы соленые. Если добавить соль в сахар, то продукт автоматически становится еще слаще. Так вот, я чувствую небольшую кислинку от маринованного огурца и безумнейшую сладость от печеньки. Просто вот эта шоколадная печенька мне сейчас кажется настолько сладкой, что просто, это не передать словами, реально, очень сладкая печенька. И приятно, что-то похрустывает внутри печеньки. Невероятно. И честно, я думала, я буду вот так вот делать. Здесь не просто так стоят эти бумажные полотенца, для того, чтобы, если что, быстренько скинуть мину, как вы понимаете. Но вот это, в принципе, неплохо. Мне понравилось, я не знаю, что вам сказать, но я в шоке. Лично говоря, от себя больше, нежели чем от этого рецепта. Так, оператор, ты будешь пробовать? Может быть, огурец, конечно, попался вкусный. Вот давайте чисто для эксперимента. Возьмем вот это, отрежем. Огурец сладкий. Огурец кисленький. Чекс. Ну, мне кажется, столько огурца никто не кладет. Знаете, прям извращение какой-то беременной женщины. Я бы так и подумала, что это придумала просто какая-то беременная женщина, а потом начали это все поголовно есть. Пробуем еще раз, чтобы удостовериться, что это реально не мерзко и вкусно. Сейчас стало еще вкуснее, потому что огурца больше. В общем, какая-то просто интересная закуска. Попробуйте. Кто не пробовал, возьмите вот такие вот огурчики, не слишком соленые, и попробуйте, потому что, ну, в принципе, это стоит вашего внимания. Я не шучу сейчас. Ну, а мы переходим к следующей непонятной сочетанию еды. Продолжаем. Здесь я вижу уже, что торчит кусочек банана. Так что смотрим и понимаем, что здесь у нас реально банан. А с чем же мы его будем есть? Наверное, со вкусной нутеллой. Конечно же, нет. Итак, внимание, насчет 3 вы узнаете. Один, два, три. Это табаско. Это просто жесть. Я не люблю соус табаско. Он очень острый и острее, по-моему, даже, чем ширач. Ну, в общем, это капец. Да, нам нужно будет сейчас попробовать банан с соусом табаско. Это тоже очень популярное блюдо. Откуда оно, я не знаю, если тесно, но говорят, что очень вкусно. За счет остроты табаско будет рассырваться сладость бананчика. Так ли это мы сейчас с вами проверим. Я взяла такой спелый банан. Он прям хорошенечко так выглядит. Открываем его с попки. В общем-то, как-то так. Вообще, по идее, можно сделать сэндвич. Да, берем хлебушек, берем бананчик. И сверху поливаем табаско. И второе, короче говоря, хлебушек. Получается сэндвич. Это если вы хотите более питательный перекус. А если вы хотите именно прочувствовать вот этот самый необычный вкус, нужно взять просто банан и взять табаско. Я даже боюсь представить, что сейчас будет. Но да ладно. Не мелочимся, как говорится. Поливаем обильно. Он очень острый. Я, честно, не помню. Но я думаю, что очень. Причем вас уверяла только, что он очень острый. Но он реально очень острый. Но на сколько баллов из 10? Сейчас мы узнаем. Это жесть. Можно молока? У меня все горит. У меня весь рот горит. Мне сейчас слезы польются. Можно, правда, молока очень плохо? Я сейчас попью и вам расскажу. Но у меня сейчас горит все горло. Весь, мне кажется, пищевод. Я не знаю, что там делал банан. У меня такое чувство, что я просто сейчас рискую всем, чем можно. Я не плачу. Но у меня определенно плачет нос. Нос плачет. Друзья, это просто жесть. Либо я переборщила с табаско. Что, скорее всего. Это надо было ставить напоследок. Мне кажется, я сейчас ничего не почувствую. Это самая дурацкая вообще идея. Вот кто это ест реально? Зачем вы это едите? Вам что, мало что ли огонька в жизни? Вы так любите острое? Это нереально остро. Конечно, я добавила много соуса. Но не настолько много, сколько я видела, люди добавляют. Просто весь банан. Измазывают в этом табаско, едят. Может, у них какой-то неправильный табаско? Короче говоря, если вы любите очень острое, то просто поешьте табаско. Причем здесь банан я не поняла. Вот этого вот эстетического и гурманистического настроя. Здесь вот что и здесь прикольно. У меня все горит. Мне реально хреново. Я не знаю, как дальше продолжать пробовать странные вкусы еды, если честно. Но надеюсь, у меня получится. Я переживаю, что у меня просто все горит. Надеюсь, мне сейчас молоко поможет. Если нет, то это будет печально. Ну что ж, мы продолжаем. Надеюсь, что со мной все будет хорошо. И табаско не сильно как-то повлияет на меня. Ну и вы понимаете, да? Мы не сдаемся и продолжаем смотреть. Смотрим, что у нас здесь. Виноград. Слушайте, ну виноград это такой интересный продукт. Его, в принципе, можно есть с сыром, с тортиком. Но с чем же его едят особенные люди? Это не прикол. Это реально так. Это майонез. Просто майонез, понимаете? Говорят, что это очень вкусно. Именно берешь виноградинку и сверху вот так вот майонезиком, как будто бы это взбитые сливки, и кушаешь. Сейчас мы это с вами проверим. Мне кажется, это полная вообще жесть. Я, в принципе, не очень люблю майонез, но это, знаете, уже мои проблемы. Мне реально сейчас очень интересно. Я буду чувствовать майонез по большей части или виноград? Или это все как-то вместе идеально подойдет друг другу, и я получу гурманистическое, гурманское удовольствие? Гурманское удовольствие. Пробуем. Это странно. Это не то, чтобы невкусно. Это максимально странно. Как будто бы я ем какой-то салат, и мне попался кусок винограда и майонеза в то же время. И вот почувствуем, как будто я салат поела. Видимо, у меня все-таки майонез ассоциируется с каким-нибудь салатом. Ну, не знаю, я ничего не почувствовала, чего-то приятного. Но берем в расчет то, что 10 минут назад я поела очень много табаско, поэтому, оператор, держись, тебе придется попробовать. Вдруг меня мои чувства обманывают ради подписчиков. Вот нужно именно так с горочкой. Я прям видела, как люди едят, да, и говорят, ну, болезнь само. Мя. Ну, не противно, да? Ну, не очень вообще. Лучше майонез яйцами есть. Ну, не поспоришь. Ну, что ж, этот эксперимент у нас не увенчался успехом. Нам не очень-то это все понравилось, но мы идем дальше. И следующий левел. Давайте посмотрим сначала, что под правым бочоночком. Внимание, 3, 2, 1. Насколько я знаю, нам нужно будет сейчас делать сэндвич. Внимание, это сэндвич из обычного тестового хлеба или тестового. Арахисовой пасты, которую, честно, я не люблю, но ее любят очень сильно американцы. И это именно американский рецепт. И джем. Вообще сказано, что можно взять абсолютно любой джем, но самый классический это клубничный. Поэтому я его и приобрела. И теперь, внимание, гость сегодняшней программы. Чем предлагаю дополнить это все? Барабанная дрог. Да-да-да. Это кукурузные чипсы Уритос. Знали бы вы, как я за ними погонялась. Просто реально. Они как бы продаются в нашем городе, но далеко не во всех супермаркетах. А нам нужны были именно они, именно которые с сыром. Есть три вида. Вот они все. Три вида. Красный, зеленый и желтый. Вот именно рецепт с желтыми. Ладно, давайте побыстренько мы сделаем тост. Хлеба, арахисовую пасту. Признавайтесь, кто из вас любит арахисовую пасту, а кто нет. Мне будет интересно прочитать. В общем, дальше у нас идет джем. И по идее вот это будет классический сэндвич. Просто классика из классики. Арахисовая паста и джем. Зачем? Я не понимаю, зачем эти начос, вернее, даритес? Ну, по идее, это же начос, да? Только даритес. Ну, вот и джем полез. Нужно хорошенечко все промазать. И теперь самое интересное. Открываем наши чипчики. Пахнут они, в принципе, вкусно. Выглядят они вот как-то вот так вот. Я их, кстати, никогда не пробовала. Ммм, очень хорошая обсыпка. Соленые. Вкусные. Ну, в принципе, все готово. Теперь следующий кусочек хлеба. Все именно так и выглядит. Если вдруг я найду видео, ну, навряд ли, конечно. Я прям смотрела видосы, как люди это едят. Вот так вот сделали. И пробуют, и говорят, что это очень просто вкусно. Наверное, да? Давайте пробовать, короче. Ну, как видите, я сижу, ем. Я не чувствую, если честно даритес, они просто хрустят и все. У меня самый главный вкус идет от арахисовой пасты и джема. И, скорее всего, соль, которая находится вот в этих вот чипсах, она придает больше сладости. Да, я не оговорилась, именно сладости. То есть, то, что они супер соленые, они как-то там сочетаются хорошо. И вот эта соль и остринка, которая в них присутствует, она увеличивает сладость вот этого всего. Важное замечание. Главное, не переборщить с джемом. Потому что я сейчас укусила, было много джема, и уже как-то гиперсладко. Где ты еще такое попробуешь? Ну, я, в принципе, наелась, но это вкусно. Ну, я бы себе такое точно не сделала, но это неотвраздительно. Видимо, кто-то это когда-то попробовал, кому-то рассказал, ему это понравилось, и все начали так есть. Тебе не понравилось? Ну, видимо, тебе досталось очень много джема внутри, потому что джем все портит. Если джем добавить прям тоненько... Да, ну, не знаю, по-моему, прикольно. На самом деле, офигенно много разных рецептов именно сэндвичей. Если вы хотите, чтобы я проверила всякие разные странные рецепты сэндвичей, давайте соберем под этим видео 40 тысяч лайков, и тогда я для вас сниму такое видео. Потому что я уверена, что половины из того, что едят люди, вы даже не могли себе вообретить в голове, что такое возможно. Так что, если интересно, собирайте лайки и пишите в комментариях, что вы хотите такое видео. Ну, а мы идем дальше. Ну что ж, я максимально заинтересована, что у нас сейчас ждет, так что давайте смотреть. Пау! Это пламбир. С чем же мы его сейчас будем кушать? Пау! Это малосольные корнишоны. Вернее, нет, внимание, не малосольные, неправильно сказал. Это маринованные корнишоны. Но, в принципе, можно взять еще и маринованные огурцы. И вишенкой на торте у нас будет соевый соус. Когда-то давным-давно я уже пробовала мороженое с соевым соусом, и это было вкусно. По идее, сейчас мы должны попробовать все это вместе в купе. Есть реально такие люди, которые берут мороженое, добавляют туда маринованные огурчики, и сверху немножечко приправляют это все соевым соусом. Самое главное не переборщить. Внимание, смотрите, сколько у меня мороженого. Тут еще рожок, блин. Ну все, я думаю, достаточно. Теперь самое главное, что мне делать с маринованными огурцами. Мне их нарезать или что, я не знаю. Давайте сначала попробуем просто мороженое плюс маринованные огурцы, потому что можно и так, по сути, и так пробовать, и так, и так есть. Кто-то ест просто огурцы с мороженым. Но, по идее, опять-таки, если по логике рассуждать, соленые огурцы плюс сладкое мороженое равно очень вкусно, потому что соль будет сильно отражать сахар, и наоборот. Как видите, я зачеркнула и мороженое, и корнишончик. По сути, это как есть соленые огурцы с молоком, да? Мне уже страшно за себя. Я думаю, вы все знаете, что будет, если поесть молоко плюс соленый огурец. А я пила только что молоко. Частная фигня какая-то. Я чувствую... Ну, мороженое вкусное, огурцы вкусные. Все вместе не очень. Нету никакого изысканного вкуса гурманского, ничего такого. Сейчас давайте попробуем добавить соевый соус. Может быть, он не зря как бы здесь в рецепте. Я думаю, достаточно, да? Главное не переборщить. Теперь это все хорошенечко перемешиваем. Это еще хуже. Дрень, да? Ну, мне не зашло совершенно. Возможно, конечно, возможно. Я все понимаю, что люди разные, вкусы разные. Но если кофе и масло это было терпимо, даже прикольно, и типа я это поем, то это типа no, просто стоп, лист, стоп, лист. Лучше есть все по отдельности. Мороженое, мороженое, огурцы, огурцы. И соевый соус – это вообще отдельная тема. Я могу все есть соевым соусом, но только не мороженое. В принципе, это реально съесть, но это невкусно. Я не понимаю, зачем это едят. Кто такое пробовал? Напишите, как вам, что вам понравилось. Может быть, как-то открывается вкус или еще что. Мне будет интересно почитать ваше мнение. Ну, и другим зрителям как бы тоже будет интересно почитать ваше мнение. Лично я скажу от себя, что это дичайшая, вообще какая-то фигня, реально. Ладно, это еще не все. Нас еще ждет кое-что интересное. И давайте перейдем дальше. Надеюсь, вы готовы. Давайте сразу же смотреть, что у нас здесь. Мой самый нелюбимый соус сальса и зеленое яблоко. Все максимально просто. Нужно зеленое яблоко, соус сальса. Все это... И попробовать. Ну, вы понимаете, да? Кому-то пора наточить ножи в доме, мне кажется. Надеюсь, что меня удивит это сочетание, потому что, признаюсь честно, я очень скептически отношусь к этому соусу. Он мне, ну, просто не нравится. Знаете, кому-то не нравится кетчуп, мне не нравится соус сальса. В принципе, сам по себе. Но говорят, что в совокупности с зеленым яблоком, именно, внимание, зеленым, оно здесь не просто так. Я не просто взяла желтое, вернее, не взяла красное яблоко, потому что нужно именно зеленое. Зеленое яблоко, насколько мы знаем, самое кислое из всех. Возможно, из-за этого оно нам и понадобилось. Ну, сейчас, как говорится, помощь нам не помешает. Так что там лайки ставьте, комментарии пишите. И я это сейчас попробую. Let's go! Ну, это было неплохо. Мне понравилось. По большей части я, конечно, чувствовала непосредственно этот соус сальса. И где-то там уже на заднем плане было яблоко. В принципе, я рассматриваю такой вариант, что можно настручить зеленого яблока, немножечко добавить соуса сальса, и туда макать зеленое яблоко. Это куда будет полезнее, чем кушать соус сальса с теми же начос. Ну, потому что прикольно. Я думаю, ты сейчас попробуешь, и меня поймешь. Когда, если не сейчас, как говорится, не очень? Фигня. Да, говно какое-то вообще. Ну, видите, на вкус и цвет, как говорится. Видимо, это изобрел тот, кому нормально, как и мне. Это яблоко очень кислое. Ну, и это тоже очень кислое. В общем, все очень кислое, и за счет чего это вообще... Не сгорчите. Ой, фу, сгорчиться точно, мне кажется, дрянь. В общем, сочетание зеленое яблоко плюс сальса, оно такое, типа, ну окей, ну можно поесть. Ну, может быть, кому-то реально прям супер зайдет. Не противно, не очень вкусно в то же время. Поесть можно, но спрашивается, зачем. Финальный раунд, дамы и господа. Смотрим, что у нас в правом углу ринга, и здесь соус ширача. Это что-то типа табаско, только он имеет более густую консистенцию, но он очень острый, супер острый. И что же у нас в левом углу ринга? Скитлз! Мы будем кушать скитлз и соус ширача. Причем это все нужно замешать. О, это вообще такая интересная история. Мне кажется, это попробовали вообще абсолютно все, только я это не пробовала, но мы сейчас это попробуем. По сути, это очень острое, а это чуть-чуть кисленькое и сладкое. Должно быть прям райское наслаждение. Внимание, скитлз нужен именно красный, не тот, который супер кислый, такой желтый, зеленый. Он нам не нужен. Нужны именно вот такие вот скитлз-штучки, скитлз-стрянка, короче, полная. Открываем, засыпаем. И теперь, внимание, не жалеем ширача. И все это перемешиваем. В общем, сделали все возможное, чтобы соус покрыл все-все конфетки. И теперь это нужно попробовать. Я еще подобрала зеленую конфетку, потому что ее не было в моей ложке. Блин, это такая жесть. Запах ужасный, просто ужасный. Я боялась больше всего пробовать именно это. Поехали. Это точно придумал какой-то извращенец. Прям полный извращенец. Сначала вы в любом случае едите ширач, потому что она сверху. То есть у вас весь рот уже горит. Потом вы начинаете жевать это скитлз, и вроде бы появляется какая-то сладость. И она забивает немного эту остроту. Но в то же время острота просто пипец как увеличивается. И все становится еще острее, чем было. Это полный трэш. Это такой огонь во рту. Просто... Я никому не рекомендую пробовать скитлз с соусом ширача, потому что, ну, лучше не стоит. Не губите, пожалуйста, свое здоровье. Острая еда никому во благо, мне кажется, не пошла. Я теперь за свое здоровье переживаю, потому что столько острого за раз я никогда не ела, сколько за сегодняшнее вот это видео. Меня не впечатлил ваш скитлз. Как бы не пробовали это многие американские блогеры, как бы не хвалили это многие американские блогеры, это отвратительно просто. Я не знаю, что у них за вкусовые пристрастия. Не все это пробуют и всем норм. Я просто в шоке, реально. Типа, о май гарабу, это crazy, реально. Окей, guys, мне кажется, я превращаюсь в американского блогера. Oh no, thank you very much for the просмотр. Увидимся с вами совсем скоро. До скорой встречи, всем пока. Ставьте лайки. Like this video and subscribe. to my channel.